Свято-Успенская Святогорская Лавра представляет православный мультимедийный календарь «Седмица» со 2 по 8 сентября 2024 года. Седмица 11 по 50. В эти дни Церковь празднует память пророка Самуила, воспоминает явление святописанного образа Пресвятой Богородицы на Афоне, отмечает память священномученика Прокопия архиепископа Херсонского и мучеников Адриана и Наталии. В понедельник 2 сентября православные христиане прославляют пророка Самуила. Он жил в XI веке до Рождества Христова и был пятнадцатым последним судьей израильского народа. Судьями назывались поставленные Богом, истинным царем правители, которые возглавляли восстание для освобождения народа от поработителей, а затем, когда наступал мир, разбирали возникающие в среде народа судебные дела. Имя Самуил переводится как «Испрошенный у Бога». Так пророка назвала его мать Анна, так как Самуил родился после сугубой ее молитвы. До того Анна много лет была бесплодна, за что терпела укоризны от второй жены своего мужа Елкана Финнаны. В своей молитве Анна дала обет, что если у нее родится наконец сын, то она посвятит его Богу отдав на воспитание в Скинию в Иерусалиме, куда приходили для поклонения Богу и принесения жертвоприношений все колена Израилевы. Спустя три года после рождения Самуила родители привели мальчика в Иерусалим. Так Самуил стал учеником священника-старца по имени Илей, который одновременно был судьей израильского народа. У него Самуил учился грамоте и священническому служению. Пророк Самуил рос и укреплялся духом. В 12 лет Господь послал ему дар пророчества, и все знали, что любое сказанное Самуилом слово со временем сбывается. В то время многие израильтяне, почитая истинного Бога, при этом приносили и жертвы идолам. Когда Илей состарился, правителями народа стали его нечестивые сыновья по имени Офни и Финиес. За грехи народа и особенно за нечестие его правителей и судей Господь покарал израильтян. На них напали филистимляне. 20 лет израильтяне находились в порабощении. И вот Господь решил избавить свой народ от завоевателей, но прежде воздвиг из его среды своего пророка Самуила, который призвал народ к покаянию. Израильтяне оставили язычество и раскаялись перед Богом. Однажды Самуил призвал всех собраться на гору Массифу для всенародной покаянной молитвы. Когда израильтяне молились и постились, каясь в своих грехах перед Богом, филистимляне решили, что народ собрался для восстания. К горе приступило филистимлянское войско, чтобы совершенно истребить израильтян. Самуил и весь народ не оставляли молитвы. Вдруг разразился страшный гром, и молния поразила филистимлян. Те бросились в бегство. Израильтяне погнались за ними и совершенно изгнали из своих пределов. Много лет оставался судьей израильского народа пророк Самуил. Все знали его как судью честного и справедливого. Состарившись, он поставил вместо себя своих сыновей, но те стали брать взятки и несправедливо судить народ. Тогда к пророку пришли старейшины израильские и стали просить его не исправить сыновей, но поставить народу царя, потому что, говорили они, так живут все народы вокруг. У каждого народа есть царь. Самуил огорчился, так как этой просьбой старейшины отвергли от себя Бога, более не почитая его своим царем, но прося царя земного человека. Получив откровение свыше, он поставил им царем Саула. Со временем Саул стал проявлять непослушание по велениям Божьим, и Самуил по указанию Господню тайно помазал на царство вместо него Давида. Почил пророк Самуил в глубокой старости. Житие пророка описано в ветхозаветной первой книге царств. Во вторник, 3 сентября, церковь вспоминает явление святописанного образа Пресвятой Богородицы. Цветописание. Так буквально переводится привычное нам слово «фотография». 3 сентября 1903 года в Святопантелеймоновском монастыре на Афоне должны были в последний раз раздавать хлеб нищим и странникам. В последний раз, потому что делать это запретил священный кенот Святой Горы. Объяснило афонское начальство свое решение тем, что раздачей милостыни поощряются праздно шатающиеся монахи, не имеющие своего монастыря. И вот у святых врат обители выстроилась очередь неимущих иноков, нищих и странников, чтобы в последний раз получить из рук братьей паломтью хлеба. Во время раздачи инок Гавриил сделал фотографию. Каково же было удивление всех, когда после проявки снимка оказалось, что вместе с нищими за милостыней пришла и сама Богородица. Когда на территории Афона не бывает женщин, на черно-белой фотографии проявился образ бедно одетой жены, смиренно принявшей из рук старца монаха хлеб. У ее ног пылал огонь. Оказалось, что некоторые монахи видели причистую и во время других раздач милостыни. В тот же день, когда инок Гавриил сделал фотоснимок, причистая была для всех невидимой. Так Богородица поддержала добрую традицию монастыря. Конечно, после этого в обители продолжили раздавать хлеб нищим. Копии фотографии образа разошлись среди верующих. Для многих этот снимок, на котором проявился образ Богородицы, послужил уверению в существовании духовного мира. Празднование в честь чудесного события установили в 2003 году. Тогда же была составлена служба и написана икона, так сказать, по мотивам фотографии образа. В 2011 году на месте явления Богородицы построили часовню. В 2015 году в архивах обители был найден считавшийся утерянным негатив фотоснимка, сама икона-фотография. В наш месяц и слов праздник по случаю явления святописанного образа был внесен в 2013 году. В четверг, 5 сентября, Церковь чествует прославление священномученика Прокопия, архиепископа Херсонского. Святой Прокопий в миру Петр Семенович Титов родился в праздник Рождества Христова в 1877 году в семье священника. Окончив духовное училище, семинарию и академию, в 23 года он принял монашество с именем Прокопий. На следующий день его рукоположили в иеродиакона, а на завтра в иеромонаха. Сначала отец Прокопий преподавал в Томском духовном училище. Став священником, он возглавил Томскую церковно-учительскую школу, которая готовила учителей школ сразу для нескольких епархий. Затем преподавал в Иркутской духовной семинарии. В Иркутске отца Прокопия почитали как одного из самых вдохновенных проповедников города. Чтобы услышать его назидательное слово, сходились сотни верующих. В 1909 году отец Прокопий был возведен в Сан-Архимандрита и направлен в пастырское училище в Житомире, где он стал помощником заведующего. И здесь он проявил выдающийся талант преподавателя и проповедника. 30 августа 1914 года в Кафедральном соборе Одессы отец Прокопий был хиротонисан воепископа Елисаветградского викария Херсонско-Одесской епархии. Во время революции 1917 года архипастер был арестован большевиками, но чудом спасся от смерти и вышел на свободу. В 1918 был назначен епископом Николаевским, викарием Херсонско-Одесской епархии. Спустя три года возглавил кафедру. Несмотря на высокий архиерейский сан, владыка Прокопий всегда считал себя в первую очередь монахом и пастырем. Он был доступен для верующих и прост в общении, оказывал помощь нуждающимся. 16 февраля 1923 года епископ Прокопий был арестован и заключен в тюрьму. Суд приговорил владыку к расстрелу, но затем казнь заменили на высылку за пределы Украины. В январе 1925 года епископ Прокопий был освобожден и почти год жил в Москве. В июне возведен в санархиепископа. Усенью того же года власти арестовали патриаршего местоблюстителя митрополита Петра Полянского и вместе с ним многих выдающихся архиереев, в том числе и архиепископа Прокопия. Следующие почти 10 лет владыка провел в сменяющих друг друга заключениях и ссылках. Все это время, благодаря другу, священнику Иоанну Скадолскому, его супруге Екатерине и нелегальной общине духовных чад в Херсоне, владыке Прокопию удавалось поддерживать связь с херсонской паствой и фактически управлять епархией издалека. Последняя ссылка закончилась в апреле 1934 года. Некоторое время владыка Прокопий жил на свободе. В октябре того же года он был вновь арестован и спустя полгода вместе с отцом Иоанном приговорен к пяти годам ссылки в город Турткуль в Узбекистане. Здесь они организовали домашнюю церковь, где совершали богослужения, подпольно окормляя местных верующих. В августе 1937 года по ложному доносу одного из прихожан о якобы подрывной деятельности владыки Прокопия и отца Иоанна против советской власти, они были арестованы. 23 ноября святых мучеников расстреляли во дворе тюрьмы и погребли в безвестной общей могиле. 5 сентября 1996 года священномученик Прокопий был причислен к лику святых. В воскресенье 8 сентября церковь чествует мучеников Адриана и Наталию. Во время гонений римского императора Максимиана в начале 4 века в городе Никомедия, ныне город Измит в Турции, жили молодые супруги Адриан и Наталия. Адриан был язычником и одним из начальников судебной палаты. Наталия была тайной христианкой. Однажды в пещере за городом были схвачены 23 христианина. Когда их вели на суд, Адриан был свидетелем мучений, которым их предал император. Удивившись стойкости христиан, которые не отреклись от своей веры, даже после тяжелых побоев и в ожидании предстоящей казни, Адриан спросил их, какую награду ожидаете вы от Бога вашего за такие мучения. О славе и воздаяниях, которые мы ожидаем получить, в Писании говорится. «Не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его», – ответили мученики. Адриан вышел на середину судебной палаты и обратился к писцам, которые записывали имена осужденных. «Запишите и мое имя вместе с ними, так как и я христианин, и тоже умру за Христа Бога». Когда его посадили в темницу, один из слух Адриана побежал домой и рассказал о случившемся Наталье. Та пришла в темницу и в беседе с мужем стала укреплять его на грядущий мученический подвиг. Адриан обещал известить ее, когда станет известна дата его казни. За неделю до страданий он подкупил стражей и отправился домой, чтобы проститься с супругой. Наталья, услыхав, что муж возле дома, сначала не открыла дверей. Она решила, что Адриан отрекся от Христа и потому оказался на свободе. Наконец, поверив Адриану, она вместе с ним отправилась в темницу, где семь дней до казни служила заключенным христианам, перевязывая их раны. С ней в темницу приходили и другие женщины. Когда император запретил допускать их кузникам, Наталья остригла волосы, одела мужскую одежду и стала приходить к заключенным под видом мужчины. Во время мучений и казни Адриана, святая Наталья всячески укрепляла мужа, чтобы он не лишился мученического венца. После долгого избиения Адриану перебили молотом голени и отсекли руку. Так он предал дух свой Господу. Адриану было 28 лет. Тела Адриана и других мучеников хотели сжечь, но сильный дождь погасил печь. Тогда же молнией были поражены многие слуги императора. Христиане тайно увезли останки страдальцев в город Византия, будущий Константинополь, где бы их не подвергли уничтожению. В скором времени на Натальи задумал жениться один богатый язычник. Чтобы избежать брака, Наталья бежала в Византию. Там ей явился во сне святой Адриан и сказал, что она будет скоро упокоена Господом. И действительно, вскоре Наталья мирно скончалась. Подписывайтесь на YouTube-канал Светогорской Лавры и вы всегда будете в курсе новостей обители. А чтобы совершенно ничего не пропустить, установите уведомления обо всех обновлениях нашего канала, нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Свято-Успенской Светогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях.